На связи с жителями региона губернатор округа Игорь Кошин провел прямую линию на радио Наринмар-ФМ. Шанс получить профессию. Бесплатные курсы для безработных откроются на базе Центра перспектива в поселке Искателей. С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепитова. Несколько районов Наринмара и село Тельюска сегодня остались без света. Аварийные отключения произошли из-за удара молнии в магистральный кабель. По информации дежурного диспетчера Наринмарской электростанции, к электроэнергии постепенно подключат всех потребителей. Без света сегодня остались часть Центрального района, Кармановка, Тельюска. Последствия аварии сейчас также устраняют Ростелеком и Нинницкая компания электросвязи. Возможен ограниченный доступ к сети интернет, спутниковой и сотовой связи. Освещение улиц в Наринмаре, когда придет тепло в дома горожан, постановка в очередь на жилье, работа управляющих компаний и выдача лицензий на рыбную ловлю. Эти и другие вопросы поступили сегодня в ходе прямой линии губернатора Нинницкого округа. За 50 минут прямого эфира на радио Наринмара ФМ Игорь Кошин ответил на 15 вопросов. География звонков впечатляет. Вопросы поступали не только от жителей окружной столицы, но и из Великовисочного, Красного, жителей Нельминоса и других населенных пунктов. Начало сентября – это не только начало нового учебного года, но и начало нового этапа в жизни региона, в который он входит с определенными достижениями. Это как человеческая жизнь, так, собственно говоря, и наш Нинницкий автономный округ. Мы должны планировать его будущее. Мы должны, живя в настоящем времени, в любом случае планировать будущее. У нас есть ряд точек роста, по которым сегодня мы двигаемся. И, безусловно, это, ну, такие стратегические проекты. Безусловно, то, что отразится в дальнейшем на казне нашего округа, на наших доходах окружных, это вопросы, связанные с недропользованием. У нас сегодня есть сильный проект совместного предприятия «Башнефть» и «Лукойл» от «Востокнау». Вот осенью должны быть получены уже результаты тех пробуренных схважин, результаты геологоразведки уже более практичные. И тогда мы поймем, появляется ли у нас новый блок крупных месторождений для освоения. У нас очень активно сегодня растет «Башнефтьполюс» по добыче «Трепститова». Вы знаете, что недавно прошел аукцион на распределение двух газовых месторождений. И в этих месторождениях победил, безусловно, победил «Газпром». То есть, у нас появится еще один недропользователь. Ну, а что касается вопросов, не связанных прямо с недропользованием, конечно, это глубоководный порт в Индиго с отрезком железной дороги Сосногорск-Индига. Безусловно, более ближайший проект уже в стадии реализации – это автомобильная дорога на Ренмар-Усинск. Причем мы с нашими коллегами из Республики Коми двигаемся навстречу друг другу. Безусловно, хотелось бы двигаться еще большими темпами. Но хочу напомнить, что сегодня мы практически данную дорогу строим непосредственно, практически полностью за счет федеральных средств. Мы активизировали работу с федерацией, и если в 2014 году не получили практически ни копейки с федерального бюджета, то в 2015-м уже получили почти полмиллиарда рублей, в этом уже получим под миллиард. То есть, 800 чем-то уже получили, в том числе на строительство автомобильных дорог, на строительство объектов социальной инфраструктуры. Ну, я надеюсь, что мы доведем эту цифру до одного миллиарда рублей. Те стратегические проекты, по которым сегодня двигается Нейнский округ, будут локомотивом региона в дальнейшем развитии. Кроме того, отметила Игорь Кошин, необходимо продолжать работу над обеспечением людей рабочими местами и продовольственной безопасностью региона. Впрочем, и здесь есть положительные моменты. В первом чтении принят закон округа о квотировании рабочих мест. Ведется профподготовка по востребованным в округе специальностям в области сельского хозяйства. Наряду с существующей поддержкой появилась и субсидия для тех, кто выращивает овощи в открытом грунте. В ходе прямой линии житель округа Александр попросил главу региона обратить внимание и на проблему с выдачей лицензии на любительское рыболовство. Скажу вам честно, детально разбирался в этом вопросе. Стоит задача перед профилем департамента, а конкретно перед белоком Олегом Ануфриевичем, он сегодня отвечает за этот вопрос, о том, чтобы в целом полномочия сельского рыбвода по выдаче забрать на территории округа каким-то соглашением. Но почему в этом году у нас это не получилось? Потому что севрвод сегодня, федеральное государственное бюджетное учреждение, находится в процессе реорганизации. Оно уходит в Питер. Поэтому сейчас мы уже отрабатываем с Питером, чтобы нам со следующего года эти лицензии забрать и выдачу сделать на территории округа. Причем рассматриваем различные варианты. Я попросил специалистов подготовить различные варианты. Дело в том, что на территории других субъектов даже еще разыгрываются лотереи. Не обошлось и без вопросов, касающихся коммунальной сферы. Отсутствие отопления в домах на улице Пионерской, детских площадок и освещении улиц, в частности, на лесозаводе. Вы знаете, правильный вопрос вы задаете. И по освещению мы сейчас вот осенью, наверное, обратили внимание, несколько дней у нас были сложности с освещением вдоль дорог. Но вот сейчас наш окружный департамент отработал. Давайте так. Что касается детской площадки, я посмотрю, что там можно сделать, учитывая, что у нас все-таки большое количество там живет самостоятельных людей. И у них есть детки. И вполне возможно, мы привлечем какие-то в небюджетные источники. Что касается освещения, настоятельно попрошу руководства нашего города заняться своими прямыми обязанностями. Потому что мы, когда в свое время принимали 95-й закон, и город больше всех возмущался, его это не устраивало, цель была очень простая. Снять те полномочия, на которые нет финансовых ресурсов, а оставить те, которым непосредственно должен заниматься город. Большая часть вопросов, поступивших в ходе прямой линии, носили частный характер. По ним будет вестись индивидуальная работа. Игорь Кошин отметил, что открыт для общения с жителями региона. У нас действительно особый округ. Мы все открыты, все на виду. И, что очень важно, мы друг друга видим на улице, встречаемся на различных мероприятиях. Ну, а сейчас погода стоит осенью. Осень вроде началась, но погода шикарнейшая. Мы встречаемся на улицах постоянно. Это здорово. Я всегда выступал за прямой диалог. Кроме того, отметила Игорь Кошин, принципы работы в общении с жителями региона будут меняться. Прямые линии будут проходить чаще. Более того, на них будут приглашаться руководители подведомственных департаментов. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В продолжение темы профподготовки стоит отметить, что центры занятости проводят набор на бесплатные курсы. Они начнутся в сентябре на базе учебного центра «Перспектива» в поселке Искателей. За счет региональной казны центры занятости обучат будущих поваров, продавцов продовольственных товаров, электрогазосварщиков. Всего на три специальности предоставлено 24 бюджетных места. Азы новой профессии участники программы будут изучать в течение трех месяцев. Сейчас открыт прием в эти группы. Право пройти переподготовку за счет региональной казны имеют граждане, официально получившие статут безработных. Для поступления на курсы необходимо написать заявление и пройти медосмотр. Более подробную информацию можно получить по телефону 4-23-45. С начала года профессиональную переподготовку уже прошли 58 человек. По направлениям оператор по добыче нефти, слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, делопроизводитель, экономика и бухгалтерский учет, государственное и муниципальное управление. Кроме того, в настоящее время центры занятости готовят документацию, чтобы провести торги по организации обучения граждан еще по двум направлениям. Охранник 6-го разряда и государственные и муниципальные закупки. Во сколько обходится бюджет у округа несчастные случаи, произошедшие на нефтедобывающих территориях, и кто на самом деле должен покрывать такие расходы? Эти вопросы обсудили представители окружной власти и нефтяные компании на заседании Координационного совета по охране труда. Об актуальности этого вопроса говорят цифры. Со смертельным исходом в округе в 2013 году зафиксирован один несчастный случай. В 2014 уже 10, в 2015 – 8 случаев, в 2016 – пока 4. По словам начальника управления труда и занятости, зачастую такие ситуации происходят на удаленных недропользовательских территориях. То есть у нас есть основные недропользователи и их подрядчики. Очень много несчастных случаев происходит непосредственно в организациях подрядчиков, у подрядчиков в этих именно организациях. То есть в этой связи хотелось бы вам всем сказать и предостеречь. У нас существует на сегодняшний день ГОСТ 12.0.230 ДФИС-2007. Одно из требований этого документа гласит, что заказчику надлежит методично отслеживать, как выполняются правила охраны труда работниками подрядчика на площадке заказчика. На сегодняшний день отношения между основными недропользователями и подрядчиками не урегулированы. Всю финансовую ответственность несет на себе Ненецкий округ. По результатам 7 месяцев окружной авиации было выполнено 153 рейса. При анализе данных показателей было выявлено следующее, что из 153 вылетов санитарной авиации 64 вылета совершено на месторождение. На сегодняшний день те затраты, это порядка 90 миллионов, которые понес округ, они невозместимы по той простой причине, что не отработан механизм компенсации этих затрат. Все эти миллионные средства были потрачены на оказание медицинской помощи и эвакуацию граждан, не проживающих на территории Ненецкого округа. В соответствии с программой госгарантии и методическими рекомендациями по расчету и финансовому обоснованию программы госгарантии, затраты на содержание санавиации рассчитываются на количество жителей Ненецкого автономного округа. На месторождениях работают не только жители, но и люди, которые приезжают вахтовым методом из других территорий Российской Федерации. Соответственно, на них никоим образом не рассчитываются финансы. Более того, это обязанность работодателя. Чтобы урегулировать этот вопрос, по словам окружных властей, необходимо отработать четкий механизм компенсации потраченных средств, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи с нефтяными организациями. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Авиапарк в ожидании нового судна. Авиапредприятие пополнит новый, более мощный вертолет среднего класса Ми-8 МТВ. Ненецкий округ привлек новый казначейский кредит. Госдолг региона увеличился на 960 миллионов рублей. Ненецкий округ привлек новый казначейский кредит. Таким образом, госдолг региона увеличился до 3 миллиардов 960 миллионов рублей. Об этом сообщила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко на оперативном совещании при губернаторе округа. По словам руководителя Департамента экономики и финансов, бюджет региона продолжает оставаться сложным. По итогам прошедшей недели в окружную казну поступило 215 миллионов рублей, а расходы превысили 410 миллионов. Из них более 70 миллионов направлены в качестве субсидий бюджетным учреждениям на выполнение госзаданий. Одну десятую часть расходов за неделю или чуть больше 38 миллионов составили социальные выплаты населению. 67 миллионов направлены в качестве субсидий юридическим лицам. Самая большая статья окружных расходов – строительство. Бюджетные инвестиции в госсобственность за минувшую неделю составили 102,4 миллиона рублей. Из них самые крупные приходятся на следующие объекты. Это шестисекционный жилой дом на авиаторах – 57 миллионов, многоквартирный жилой дом – 17,2 миллиона рублей, детский сад на авиаторах – 15,3 миллиона рублей, третий сад – автодороги на Ренмар-Тельвиско – 8 миллионов рублей. Кроме того, в качестве субсидий средства в размере 8 миллионов направлены на строительство школы в поселке Индига. В связи со сложным исполнением бюджета был сокращен план госзакупок. По словам вице-губернатора Сергея Суркова, из 19 запланированных на эту неделю закупок пройдут только 5. Среди них в том числе новогодние подарки для детей, закупка необходимых медицинских препаратов, а также ремонт участка дороги на Ренмар-Красное. На дорожные работы запланированы средства в размере 136 миллионов рублей. Ненецкая потребкооперация на этой неделе планирует снабдить продуктами все населенные пункты Нижнепечорья. На восток округа, в Усть-Кару и Каратайку отправятся вездеходы. 10 сентября в Хариверы и Харуту отправится катер с провизией. Кроме Коткина, Коткина планируем в середине месяца, когда будет продуться СПК, чтобы обратная загрузка была. И по Западу разгружать будет на неделю 20-15 судна, да и Пеша сегодня будет разгружаться, которая идет дальше на Индику. И пришла мука полностью для производства в ШУМ. Наринмарский авиаотряд завершил доставку школьников на Наринмар. Сейчас экипажи предприятия готовятся к полетам избиркома в рамках досрочных выборов. Кроме того, по словам Валерия Стопчука, 15 сентября представители авиапредприятия выезжают на приемку вертолета Ми-8 МТВ на Казанский вертолетный завод. Вертолет Ми-8 МТВ-1, который поступит в Наринмарский объединенный авиаотряд, является более мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками. Он принципиально отличается от вертолета Ми-8Т более мощной силовой установкой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Машина развивает скорость до 250 км в час и вмещает в себя до 24 пассажиров. Ранее при господдержке из регионального бюджета предприятие приобрело два отечественных самолета ТВС-2МС, которые представляют модернизированную версию самолета Фан-2. В настоящий момент завершается оформление необходимых документов, предусмотренных требованиями федеральных авиационных правил. Новую технику планируется использовать на всех маршрутах внутри региона. Также рассматривается возможность выхода на межрегиональные линии. Сегодня парк Наринмарского объединенного авиаотряда состоит из 17 вертолетов Ми-8 различных модификаций и 8 самолетов Ан-2. С 2020 года начнется ускоренное списание этой техники и замена ее на более современную. В Ненецком округе появятся временные полигоны для твердых коммунальных отходов. Администрация округа одобрила выделение средств в размере 5 миллионов рублей на разработку соответствующей проектно-сметной документации. С 1 января 2017 года все регионы должны перейти на новую систему утилизации мусора. Для этого субъектам предстоит выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет отвечать за мусор с момента его погрузки в мусоровоз и до конечных стадий переработки. Вместе с выбором оператора регионам предстоит разработать региональную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для населенных пунктов будет разработана соответствующая подпрограмма. Сейчас разрабатывалась террориальная схема по отходам. Там уже эти 9 полигонов примерно предусмотрены. Это соответственно для года на год готовый. Мы просто сверим координаты по этим участкам и будем разрабатывать уже проекты. Разработкой технических заданий для строительства полигонов ТКО сегодня занимается МКУ Северное Заполярного района. В документах указаны источники мусора и нормативы накопления. На основании этих данных и будет разработана проектно-сметная документация на строительство временных полигонов в населённых пунктах. По словам Алексея Николаева, 9 полигонов разместятся в наиболее крупных населённых пунктах региона. Для ближайших населённых пунктов деревню будут просто освободить, а там они уже будут сортироваться, они будут сжигаться. Поэтому цель экономии, потому что не везде все на пунктах, а объём на РТКО большой. Разработка документации по строительству временных полигонов – это один из первых шагов на пути к выполнению нового федерального стандарта по утилизации мусора. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовала декада знаний. Школьников и студентов ждут конкурсы и викторины, тематику которых определили День округа и День нефтяника. В Ненецком округе готовятся к памятной дате – 517-й годовщине основания Пустозерска. Это событие отмечается ежегодно в начале сентября. В этом году празднование пройдёт 10 сентября в селе Тельвиска. Жители муниципального образования совместно с социально-культурным центром «Престиж» и историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником Пустозерск готовят большой съезжий праздник «Усть-городецкое гостевание». В плане мероприятий – экскурсии, мастер-классы по народным промыслам, прокат фильмов о Пустозерске, катание на байдарках, соревнования по стрельбе из лука, «Усть-городецкая ярмарка сувениров» и продовольствия, праздничный концерт. В этот же день в окружной библиотеке пройдут дискуссии по истории и популяризации наследия Пустозерска. Участие в них примут сотрудники музея, краеведы, библиотекари и все заинтересованные жители округа. В Ненецком округе стартовала декада знаний, посвященная Дню образования Ненецкого округа и Дню нефтяника. Цикл мероприятий включает тематические конкурсы и викторины для юных жителей региона от младшей школы до профессиональных образовательных учреждений. Открыл декаду знаний единый классный час на Ненецком округе. Кроме того, для всех учеников начальной школы объявлен конкурс детских рисунков на тему «Ненецкий округ. Нефтяной край». Для школьников среднего звена 5-8 классы Центр развития образования организовал викторину на тему «Мой родной НАО». А старшеклассники 9-11 классы и студенты средних профессиональных учреждений округа будут состязаться в интеллектуальной игре «Умники и умницы» на тему «Нефтегазовая промышленность НАО». Победители и призеры всех конкурсов и викторин будут награждены в рамках торжественных праздничных мероприятий Дня округа и Дня нефтяника, которые пройдут на площади Маратсии 17-18 сентября. На этом пока все. Далее прогноз погоды.